Этот многоквартирный жилой дом на улице Дмитриева привлекает к себе внимание прохожих вот уже несколько лет. У высотки красиво устремляющиеся ввысь уже есть потенциальные жильцы, которых застройщик и подвергает риску остаться без света. Факт несанкционированного подключения к электросетям сотрудники Кубани Энерго выявили в ходе очередного рейда. Подобное нарушение закона застройщику грозит административным наказанием в виде штрафа. Ему также придется оплатить ущерб, причиненный сетевой компанией. Теперь стройка обесточена. ТП 369, 304 кВ, отключаем рубильник, хитростройка, верно? Да. Выполняем. Электричество в этот дом поступать не будет, потому что в данном случае ТП будет закрыто, оно находится под охраной. Пока застройщик не оформит соответствующую техническую документацию, то есть не подаст заявку в Сочинский ФС о необходимости присоединения данного объекта к сетям и не заключит договор энергоснабжения, электроснабжение данного дома невозможно. Данный факт – не санкционировано подключение к электрическим сетям с начала 2016 года уже двухсот и по счету. Собственники квартир в подобных многоэтажках, возведенных недобросовестными застройщиками, зачастую остаются без элементарных удобств – света, тепла, воды, канализации. Бескомпромиссно бороться с незаконными стройками и с подобными нарушителями. Это в том числе требования городских и краевых властей. Они причиняют ущерб, не только финансово-экономический ущерб компании, но и влияют на системную надежность и на качество энергоснабжения закона подключенных потребителей. Поэтому мы эту борьбу ведем на постоянной основе. Просто люди до сих пор, наверное, не могут понять, что данная процедура открыта и на территории города Сочи существуют подразделения, которые этим занимаются технологическим присоединением. Эдгар Армаганян обеспокоен актуальной для города темой не только как руководитель предприятия, но и как народный избранник. Хищение электроэнергии, причем в таком крупном размере, отмечает депутат, ведет не только к падению напряжения и преждевременному износу коммуникаций, но и к аварийным ситуациям. Ко всему прочему, самовольное подключение может стать причиной несчастного случая. Изменения в административный кодекс уже внесены. Ответственность по данным фактам нарушения ужесточилась. Штрафы могут достигнуть 200 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.